Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Моя бабушка 84 года, её обманула родная дочь на деньги. После ссоры бабушка начала говорить, что дочь хочет её убить, что её отдадут в цехушку, людям престарелых. Патаны говорят, что они за забором, они хотят меня убить и вообще, в принципе, говорят всякий бред. Например, мы поставили недавно новую дверь, она говорит, что на ней есть плёнка, и она самовоспламеняется, что мы сгорим. Увидела свет в окне, это просто работают фонари у соседей, она говорит, что я осознаю, ты мне врёшь, что мне делать. Ну, во-первых, здесь совсем понятно, кто вы. Знаете, то есть как бы, если вы называете бабушку бабушкой, то очевидно, что вы внучка. Вот, если вы внучка, а её обманула родная дочь, а в смысле бабушку обманула родная дочь, то при идее вы дочь дочери. И как-то вот в этом включении совсем понятна связь. То есть, если ваша мама обманула бабушку, но деньги, вы с мамой, по сути, контактируете, вместе живёте, то это одно. Если нет, это другое. Это первое. Второе. Вы говорите, мы поставили новую дверь. Кто мы? Кто мы? Непонятно. Что вам делать, чтобы что? То есть, чего вы хотите, ну, в итоге, получить бабушку успокоить, чтобы мама ваша, не знаю, вернула деньги бабушке? Сами может быть бабушке вернуть её деньги? Опять же, непонятно. Да, то, что говорит бабушка, очень похоже на премию. И, в общем и целом, как бы, ну, тут не мешало бы обратиться к врачу. Вот. Ну, я не знаю как, то есть, можно бабушку к врачу привезти, если она не против, можно вам самой обратиться к... Или вам самому, я не понял. Опять же, кто вы, внучка или внук? Ну, пусть будет пока, я думаю, что вы внучка. Если ошибаюсь, то извините. Вам самой обратиться к врачу и рассказать ситуацию, может быть, врач у вас какую-то рекомендацию. Вот. В целом, ситуация, она тяжелая тем, что есть по факту, есть, как бы, ну, неправомерное действие. Обман. Скорее всего, это неправомерное действие не является наказуемым с точки зрения закона. Вот. То есть, скорее всего, в этом действии нет состава преступления. И, доказать, что, ну, вот, ваша мама обманула бабушку, нереально. Вот. А бабушка страдает. Бабушка получила драму. И, ну, судя по тому, что вы описываете, да, драма довольно серьезная. Даже до, вот, психического расстройства дело дошло. Не совсем, правда, вот, понятно, это психическое расстройство, оно только сейчас проявилось. И не совсем понятно, ну, было ли оно раньше. Ух ты. То есть, тут тоже надо смотреть на то, бабушка-то, она, как себя вела раньше. Вот. То есть, ну, все ли у нее было в порядке? Все ли у нее было хорошо? Как бы, ну, не теряла ли она связь, скажем так, с реальностью? Раньше. Потому что, ну, если теряла, то тоже ситуация несколько сложная. По факту, я думаю, что, ну, вполне может быть такая, вот, история, что подозрения вашей бабушки, они оправдны. Я так думаю. Действительно, бабушка после того, что произошло, она, ну, может, как бы, ждать, что с ней что-то нехорошее сделает. Другое дело, что, вот, в силу возраста, вот, или, может быть, в силу травмированности этим событием. Она, ну, как-то, вот, перегибает, получается, толку. И это, конечно, очень, с одной стороны, грустно. А, ну, с другой стороны, как бы, ну, такова реальность. Вот, если бабушка, там, грубо говоря, ну, не мешает никому, да, если она, грубо говоря, не буйная, если она, ну, остается, как бы, вот, в рамках каких-то, вот, то мне кажется, что лучшим вариантом будет, ну, просто поддерживать человека, как, как есть возможность, да, и все. Мне кажется, тут, как бы, ну, больше ничего не сделать. Потому что, ну, доказать, что это вряд ли получится. Вот, если есть ощущение, если качество жизни бабушки падает, если у вас, как бы, ну, вам некомфортно, там, и так далее, то, наверное, наверное, имеет смысл к врачу обратиться. Вот, имеет смысл обратиться к врачу и бабушке помочь. А не факт, что у нее, прям, расстройство, вот, может быть, просто травма, такое вот посттравматическое состояние, вот, краска вгущать или не нужно. Вот, ну, и оставлять без внимания, мне кажется, тоже нельзя. Эта ситуация. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Позволит вам начать на с собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok